Ситуации бывают в жизни разные и бывают финансовые провалы. Так вот, я хочу вам порекомендовать карту Альфа-банка. Это кредитная карта с целым годом без процентов. То есть оформляете карту, совершаете первую покупку в течение первых 30 дней после оформления. Это очень важно. И тогда вы получаете целый год пользования этими деньгами без каких-либо процентов. Вы только вдумайтесь, Альфа-банк порвал просто всех таким условием. Помимо этого, вы не будете платить ни копейки за обслуживание в первый год. Ну а если решите снять с нее деньги просто кэшем, то 50 тысяч рублей снимите совершенно бесплатно. И еще, после того, как вы оформите эту карту по моей ссылочке в описании, представьте, совершите покупку, вам обратно Альфа-банк вернет целых 2 тысячи рублей. И плюс те выгодные условия вы, естественно, получаете, совершив первую покупку. Короче, карта настолько выгодная, все условия выполняйте, ссылочка там, оформляйте. И пусть у вас будет такая финансовая подушка с деньгами, которыми вы можете пользоваться целый год без каких-либо процентов. Ссылка там, переходите, оформляйте. А еще хочу напомнить для тех, кто уже оформил кредитную карту, либо дебетовую карту по моей ссылочке в описании, то тоже знайте, что если вы не выполните условия и не совершите покупку в первый месяц после оформления, то под эти условия, которые я сказал ранее, вы не попадете. Обратите на это внимание. Сегодня всю ночь слил дождь. Видите, у нас лужи. Была сильная гроза. Но солнышко вышло, уже все начинает подсыхать. Мы с утра решили прогуляться по набережной, посмотреть ту часть. Смотрите, как много людей на пляже. Просто негде даже лечь. И на самом деле очень круто, учитывая, что сегодня был дождь, тормило море. Море вообще идеально чистое. Пальмы, вот эти уже полюбившиеся красные скалы, они красные прям, представляете? Вот там вроде есть пляж, который многим валит здесь, в Газипаша. Сцена какая-то, похожая на свадебную. Вот это вот, это банановая плантация небольшая. А, вон еще банановые плантации пошли. Набережная тоже пустенькая. Да, Мирошка, побегать хочешь? Выходи, бегай. Вот чуть дальше прошли, и можно заметить уже, что пляж не такой вау, как, например, вон в той части. Здесь, видите, вот эти уже булыжники, бетоны торчат. А вон там вообще печалька. Сейчас дойдем до скалы, посмотрим, как там на скале. Но там вроде, видите, оборудованные места. Скалы вообще восхитительные. Вот так сапборд взять, так поплавать. Ну вот мы и добрались до этого пляжа. Там вот все вырублено, видите, там уже нет плит. Пусто. Да, скалы, конечно, это вообще какая-то магия. Особенно красные. Потрясающе. Здесь вот, видимо, какие-то гроты. Вот после первого Витязя, когда такой поворот туда уходит, туда корабль зашел. Ну и яхта. Да, здорово. Мы, недолго думая, собрались. Упаковали все в машину. Хотим сейчас поехать до банка и попробовать открыть местную карту. Это во многом упростит. Плюс есть площадки долларовые, куда нужно вывезти доллары. Это, как говорится, нам подкинет немножко деньжат. С русскими все туго, поэтому нужно срочно сделать это местное. Пока ждем, когда у банки закончится перерыв на обед. Мы себе тоже устроили обед. Классно, что приносят к супу еще всегда нарезку, водичку и еще должны принести хлеб. В общем, вот такая вот поляна обошлась нам. 100 турецких лир. Ну это 320 рублей. Попали здесь на рынок местный, как мы любим эти местные рынки. Гранат 15, лук 10, орехи 25, виноград 17 с половиной. Что здесь еще вам по ценам рассказать? Баклажаны 70. Так, пару пробам. Огурцы по 10, помидоры по 15. Кукурузка по 5, персик по 25, а клубничка по 30. Зашли мы в Зарадбанк. Подхожу к охраннику, говорю, что мне нужно. Он мне показывает свой телефон вот с этой вот историей. И тут я, короче, покутал. Вообще, я знаю, что нужно 10 тысяч лир положить. Ну никак не баксов. Нифига себе. Ладно, сейчас пойдем, короче, в этот, в Халбанк еще зайдем. Стой! Зашли в Халбанк. Там история еще прикольнее. Вот, пожалуйста. Пункт, который называется «Нужно принести перевозчикам». Меня прям рассмешил очень сильно. Я прям там заражал. И самое, что интересно, как там есть вот пункт, да, вид на жительство нужно показать. А вид на жительство без счета Банка ты не откроешь. Чет какая-то херня. Мы немножко переехали. Теперь, наверное, чай попьем. Возможно, здесь переночуем. Вот с таким вот прекрасным видом на море. У нас здесь есть соседи. Тоже стоит автодом. На турецких номерах. Видимо, они поставили столик. Но здесь поприкольно здесь, да. Так чистенько, аккуратненько все. Даже есть небольшая детская площадка. Да, на самом деле, пока не знаем, что мы будем делать с ВНЖ, с этими счетами. Потому что ехали по каким-то определенным одним условиям, по определенным бюджетам. А сейчас, получается, чтобы просто начать здесь зимовать, нам нужно, ну, типа, примерно полмиллиона, что ли, чтобы просто начать зимовать. Это, конечно, какая-то дичь. Ладно, будем держать в курсе. Пока так. Так, подъехали мы вот в такой вот караван-кемпинг. Да, здесь сплошные караваны стоят. Отдыхают люди. У всех есть беседочки. Ну, места здесь вообще нету, вообще. Так, попробуем посмотреть что-нибудь другое. Переехали. В общем, вот дом. Это кемпинг. Это, ребята, зданий стоят. Вот, смотрите, мы будем вот так стоять. Здесь вот, пожалуйста, детская площадка. Мальчишки могут побеситься, получается. До этого мы стояли вот за вот этой вот скалой. У нас будет свой столик. Здесь мы сейчас поставим мангал. Я посмотрел, что вот здесь жгут. Все норм, просто печей нету. Я помню, в том году мы были вот в этом вот ресторане. Я спускался, здесь запускал дрон. И тогда с той высоты я смотрел и говорил, что обязательно в следующем году приедем. И вот здесь вот на своей машине будем ночевать. Здесь невероятная красота. Вот это бассейн. И сюда заходят волны. Там, соответственно, очень теплая вода. Но здесь прям очень красиво. Посмотрите, как плиты стелятся. Темка мне помог собрать мангал. Сейчас собирают маленькие палочки. Я открыл уголь. Посмотрите, как прикольно. Здесь в комплекте идут перчатки. Забота, да? Совместными усилиями у нас более-менее получается костерчик. Мирошек у нас там спит. Слушайте, здесь вообще невероятно классно. Здесь, да, Темка правильно говорит, очень тихо. Детские площадки. Единственное, что я бы нашел бы себе точку, где запитаться. Вообще, вон туда дальше можно еще уехать. У нас невероятный закат сейчас уже. Начался, кстати, видите, вот это вот все, все, все. Сюда бывает заходят волны. Ой, как здорово. Вот тут вот я уже говорил, очень теплая вода. Почему-то все пляжи вот такие. Где-то какие-то отели, компании, они, конечно, прорезают пляжи и становится хороший вход. А в целом, это такие вот бетоны. Ой, вот здесь просто прям можно лечь и отдыхать. Ну, как здорово. Вот такая штукенция, вот. На дне морском лежит Средиземного моря. Посмотрите, какая красотища. Просто по этим камням вот так вот. Ой, здесь, кстати, вот прям вот тут вот рыбы плавают. Одна вот сейчас щи такая проскользнула. Здесь, кстати, есть кальмары. Тоже они часто вот в этих вот бетонах. Ну, если это можно назвать бетоном, то они тоже обитают. Да, вон туда можно дальше заехать. Там тоже детская площадка. В горе вообще пещера какая-то. Ух ты, вот покорить бы, кстати, эту гору. Надвигается дождик. Я надеюсь, у нас получится, успеется пожарить. Я очень надеюсь. Люди, там рыбаки доходят до самого там конца. Тоже в том году это видел. Ладно, пойдемте дальше готовить, ребята. Готовить мы будем курицу, овощи на шпажках. Ну, знаете, как, например, в Анапе вот наши любимые, это свлаки, по-моему, называется. Маленькие кусочки на деревянных шпажечках. Прям, ммм, надеюсь, так же вкусно получится. Ну, помимо наших любимых вот этих сволочочков, мы еще решили симпровизировать. И тоже на такие же шпажки надели кабачки и баклажаны. И все это дело под Санцет отправляем на мангал. Посмотрите, как мы соорудили, поставили, значит, шампурики. И у нас абсолютно все влезло на один наш мангал. Выглядит, конечно, очень красиво. Надеюсь, что будет так же, так же очень вкусно. У нас на самом деле все готово. Прям идеально вкусно. Насенка даже уже заценила. Прям вау, вау. И еще раз вау. Ну вот, у нас все готовенько. Мирошечка сидит, да, мой маленький, будет кушать. Вот его индивидуальная тарелочка. Шашлычочек. Вот так вот. Купили еще нашу любимую шоколадную пасту. Мальчишки там еще жарят сухари. Чаечек для Настенки греется. Все, будем кушать. Ладно. Увидимся утром. Ну, просыпаться вот с таким вот видом, это какое-то невероятное наслаждение. Правда, на нашей панораме есть косяк. Кто-то мимо пролетал. А вот с этой стороны, посмотрите, вот эта гора, там же море, невероятно. Вчера вечером забыли убрать мангал. И я только ночью лежу, думаю, забыли. Настя говорит, ну ничего страшного, мы рано просыпаемся. Утром заберешь, его нету. Здесь, видимо, убирались и просто его забрали, выкинули. Забрали, выкинули. Печаль, у нас больше нет мангала. Как всегда, завтрак у нас не проходит без наших друзей. В этот раз пришла какая-то новая собачка. Все кушают. Мы, как всегда, два подхода завтракаем. Сначала мальчишки кушают, потом кушаем мы. Семья большая, плитка одна, сковородка тоже одна. Анастейшн. Кушайте приятного аппетита. А я решил взять батончик, вот так вот. Сейчас ловичка раздвину и запихаю туда яичницу. И должно быть вкусно. Это прям рецепт от славяна, запоминайте. Берем, берем. Вот так ложим, вот так вот вставляем туда. Пшикс, пшикс. Ааа, на руку упало горячее. Вот так вот получается. И будет вкусно, вкусно. Я, конечно, пока не придумал, как это есть. Но мне кажется, это будет очень круто и вкусно. Ммм, просто шикарно. Что может быть лучше такого завтрака с таким прекрасным видом? Ооо, вода. Море сегодня разбушевалось. Вчера такое спокойное было, а сегодня атакует, море атакует плиты. Слушайте, вообще, конечно, интересно, да, насколько булыжники какие в воде присутствуют. И вот если не знать, я помню в том году в Махмутваре тоже море так штормило, штормило. Я начал заходить, и я не знал, что там тоже такая история. Меня как протащило по этим камням, пару раз ударило. Это было, конечно, серьезно. Красота. Ой, как я не скользкий, кстати. А вода-то какая чистая. Красотища. Вода прям сюда, походу, заходит. Ой, это вообще каток. Это просто каток. На море можно смотреть бесконечно, когда она волнуется. Ой, смотрите, какая маленькая птичка. Вот бегает. Побежала, побежала. Смотри, чтоб тебя волной не накрыло. Птица, беги! Красота. Почти до нас добралась Здесь на самом деле Вообще можно лечь в какой-нибудь бассейн Например, вот в этот вот И просто лежать О, бау Так, что-то мы пока на камнях были К нам полиция подъехала Бегу скорее Но я, конечно, прямо оттуда аж побежал С этих камней Подхожу Здесь получается один в форме Двое типа а-ля гражданских Он мне дает переводчик И там написано Мы приехали из... Как он Коспей? Короче, муни-политета этого Гази-паши Хрен выговоришь это слово И говорит, что за караван нужно платить 40 турецких лир Я так подумал-подумал Я говорю, мы здесь, говорю, не стоим Мы вообще-то уже уезжаем Он такой А, типа, окей-окей Вот Потом еще постояли Они с нами минуты две Просто стояли И опять переводчик мне показывает Говорит Ладно, говорит, развлекайся Не парься И уехали Ну, видимо, здесь парковка есть На ночь, наверное, платная Не знаю, может быть, кто-то что-то вызвал Короче, я не знаю Ну, в целом, не заплатили Вот пока продолжим стоять Но сейчас в любом случае Поедем, как и хотели Хотели доехать до этой скалы Посмотреть, что там Здесь, короче, где туалеты Здесь можно набрать воду И даже есть душевая кабина Поэтому я решил Пойти Сделать дело Ну, в целом, даже Очень неплохо Так Сразу наберем воду Вот так вот Хлопс Здесь очень здорово, что есть шланги Можно, видите, как сделать Максимально удобно вообще Опа Шлепс И, как говорится, идем включать Ну, вот, процесс пошел Доехали мы здесь до конца Здесь все, получается, как бы Набережная заканчивается А до этой горы надо еще топать и топать А топать не будем Поедем в город Нужно газ нам найти Потому что у нас прям совсем чуть осталось Пораз чайничек погреть Вот, а газ нам, конечно, очень нужен Покатались, покатались И решили, что с Газипаша будем уезжать Двигаться дальше Потому что все равно не отпускает мысль Что надо какое-то время снять жилье Здесь его просто нету Но перед этим мы хотим купить газовые баллоны Потому что они очень нам нужны Проехали два строительных магазина Здесь нет Вот такой большой строительный Но здесь тоже ничего нету Пока едем в сторону Алании Загружаю на ютубчик новый выпуск Вот так и работаем Вот в дороге Какие невероятные виды Это мы заехали в Алании Вот заехали в район Кыркджак называется Это закрытый тоже район В Алании Где ВНЖ не дают Виды, конечно, великолепные Горы Отельная линия Салева море Красота, конечно, невероятная Вообще Огромнейший мигрос Вот сюда заехали Сразу огромное количество Машин с русскими номерами Здесь, конечно, да Очень много россиян Собственно, поэтому Здесь всякие есть закрытые районы Все гораздо дороже Недвижка дороже Продукты дороже Ну, добро пожаловать В тот район Который считается Самым русскоязычным Район Махмутлар Здесь мы прожили целый месяц В том году В комплексе сначала Азура Потом Маймарин А здесь все, вон, видите В труселях еще гоняются Все у людей хорошо Тепло Солнечно Красота Мы решили припарковаться сейчас Возле комплекса Маймарин Мы здесь жили как раз В том году В квартире почти месяц Вот в этом вот А, в том вот дальнем комплексе Вот где-то По-моему, вот этот открытый балкон Восьмой этаж Там и жили Вот сюда ходили в бассейн Здесь собственный парк у них Маймарина Видите, как Прикольно сделано Как бы не закрытая территория Каждый блок отдельно закрыт Но в целом Здорово Вообще здесь парковки такие Бесплатные Можно припарковаться Поэтому мы сейчас дождемся Когда проснется Мирончик Пойдем пообедаем Может быть, где-то здесь И за ночью Пока мы что-то решаем С Настенкой Мирончик спит Ключевое, что мы что-то решаем И на самом деле Мы просто смотрим Жилье Где-то и ищем Какой-то трындец Еще происходит С квартирами Надеюсь, нам повезет В общем, смысл в том То, что я пока детей Отправил Погулять В этот парк Вон они катаются На качельках Здесь, кстати, растут Мандарины Вот на вот этих деревьях В том году Мы их лопали Срывали и лопали Заехали Вот этот Махмутлар И словно попал В какой-то Московский район Турков не видно Все Налицо Русскоязычные Прямо как будто Я не знаю Как будто дома Я вот Настеньке говорю Давай вот так вот Смотри Поставим вот сюда Прямо машину Вот так вот Здесь на какой-нибудь Кирпичик, чтобы она ровно стояла Будет открываться дверь И у нас, получается Будет такая вот Большая Большая одна комната Чисто остановку себе заберем Настенька не хочет Видосик загрузился Мирошка Проснулся Все переоделись У нас, знаешь Такое, посмотрите Фэмили лук Случайно образовался Мы идем По любимой нашей дороге Здесь, знаете Такой спуск вниз И впереди Виднеется море Вот здесь, когда закат происходит Вот эта дорога Прямо потрясающе выглядит Идем кушать В одной из наших любимых кафе Здесь Там, где в Махмутларе Проходит рынок По вторникам и четвергам Там же есть кафе В том году Мы его полюбили Надеюсь, оно еще есть Вот торчедом Видите Строится В том году Только фундамент начали делать Здесь уже Вот видите Все этажи разведены Окна Всякое такое Поставить Ремонт сделать И в принципе все Здесь стоят Вот эти всякие Новые квартиры Они задаются уже с ремонтом То есть все Ты заезжаешь и живешь Ну в каких-то нужно еще Поставить мебель Типа диваны Кресла Вот такое Но как обычно Кухня стоит Все шкафы Встроенная техника Вся эта тоже уже стоит Вот, пожалуйста Это местная авито Здесь можно купить Раздолбанный стол Либо стул Либо вот такой вот Ужаснейший диван Ну у кого как Как говорится Да Но в целом Вот люди так продают Бывочную мебель Более новая Более лучшее Полиэтиленом накрыто Конечно прикольно Вот холодос Например Клево Настенка Не нужна тебе мебель? Вот можно заехать Понимаешь Квартиру без мебели И вот Пожалуйста Купить такую себе мебель Не, ну это конечно шутка Здесь как-то его Преобразили На самом деле Здесь его покрасили Ремонтик сделали Цветочки понавесили Здесь поставили Вот такие вот цветочки Ну прикольно Стало выглядеть Прикольно Мы здесь закажем Пидошечки Возможно даже Целых 4 штучки И еще здесь Можно заказать Нашу любимую сладость Которую забыл Как называется Надо спросить у насеньки Десерт Как наш любимый называется? Кинефа Вот мы что-то только заказывали бы, да? Да Он вкусный был, да? Нам кстати здесь еще нравится То, что есть меню Вот на турецком Есть меню на English for you И есть на русском Вот Короче, пидешки будем брать Обязательно Магариты, томат и перец Видимо из-за всей этой ситуации Даже Airbnb работает настолько стрёмно Что люди просто заходят Выкладывают объявления Я бронирую на эти даты Они пишут, что занято В итоге она меня отправляет В Instagram Предлагает мне другую квартиру Пишет 700 лир Я пишу Давайте 650 Она пишет Сейчас свяжусь с хозяином И спрошу В итоге Пишет мне обратно Сказал, что 50 евро сутки Свет плюс вода И депозит возвратный 200 евро Финальная уборка Еще 50 евро Прикиньте Ну короче Типа ничего себе Плюс еще нет Wi-Fi И об этом ни слова нет В Airbnb Это видимо опять-таки Какая-то пустая Самодельная квартира Которая типа а-ля занята Жесть Ну да, то есть получается везде развод И получается везде лохотрон И вот сколько вот мы ищем Ничего найти вообще не можем Как всегда Любой еде приносит воду Салаты Закусочки какие-то различные То есть к еде едут Так Принесли мальчишкам Пидешечку Чаечек Пока мы ждали уже наши салаты Ели, видите И сейчас принесут нам пидешечки Тоже, скорее всего, готовые Так Отсюда Для меня Спасибо Так И носинки Вот это очень вкусно Спасибо Спасибо большое Это невероятно Это очень вкусно Здесь пицца Это самая вкусная мне кажется Здесь всех пицца Пицца, говорю, пидешка Короче, ништячок Горячо И очень вкусно Прошу прощения Если снова смотрите выпуск Голодными Идите что-нибудь все заваривайте И кушайте Так, у нас ребенок сбежал Иди сюда Мирош, иди сюда Короче, он убегает Кто пойдет его ловить? Он убегает Походу мы ему надоели С своими путешествиями Часть пиццы Часть пиццы дети не доели Точнее, пидешки Мы забрали с собой И нам принесли Наш любимый десерт Кюнефе Сейчас еще нам принесут Чаечек И будем есть Ну и наша любимая рубрика Сколько вышло? 285 лир Пришли мы на площадку Чтобы детки Немножко приегали Попрыгали Вот здесь вот есть Русскоязычная клиника И вот она, собственно Самоплощадка Здесь уже буквально 20 метров И море Огромное количество банкоматов Но они сейчас уже Не нужны Ну и вот, собственно Про что я говорил Знаменитые пляжи Махмутлара Сплошные бетоны Вон там вот есть прорез Я в том году там купался Вот где все и заходят А здесь, конечно Упадешь Еще и волной бабахнет И будет, конечно, печаль Они вот Примерно досюда идут Бетоны эти Ну и люди купаются Загорают Смотрите, как здесь Пляжи заполнены Не то, что, да В Газипаше Свободно Без бетона Пока идем Есть хорошая новость Здесь зашел в палатку Ну, в магазинчик Газ там есть Стоит 80 лир Это по нынешнему курсу 260 рублей баллон Это дохрена Такой же баллон Мы не покупали, получается Там, на севере Турции За 64 лир Да уж 80 лир, конечно За баллон это много Но ничего Вы не поверите Но мы Ничего Не нашли В общем, несколько вариантов Было на R&B Кто-то до сих пор молчит Еще один нам понравился Мы ему написали Готовы забронировать На 7 дней В принципе Бронь показывается Но С российской карты Я не могу оплатить В итоге Я ему пишу Наличными можно Он говорит, можно Я говорю, окей Мы готовы сегодня заехать А он говорит, что Минимум 1 месяц Там еще, кстати, нет интернета Жду от него информацию Сколько будет стоить месяц Но я так чувствую Что примерно 1000 долларов В этом районе Не стали дожидаться ответа Поедем сейчас На стоянку Здесь есть недалеко Местечко, где стоят кемперы Попробуем там встать Поехали Мы аж доехали уже Почти до Самого центра Алани Здесь движуха Сезон еще вовсю Почему не стали там Припарковываться Где изначально хотели Потому что там Прям, знаете, такая Парковка парковкой И написано, что Ночевать в машинах нельзя Поэтому едем дальше Заехали Еще потратили 180 лир Потому что у Настенки Закончился пакет интернета Причем так интересно У нее был 75 У меня 40 У меня еще есть А у нее уже нет Хрень какая-то Пока еще место Это оказалось Сделать непросто Параллельно у нас Пошел дождь И еще Очень крутой закат Вообще класс Жаль, что солнце На закате Очень быстро падает В море Вроде приехали На место Где скорее всего Остановимся Больше не хочется Никуда ехать У нас закат У нас и дождь Красота Мы выбрали место Для ночевки Я не знаю Насколько оно Удачное Неудачное Но у нас Очень красивый Сейчас был Закат Мы встали Вот так вот Под Большой сосной Смотрится Кстати Очень классика Да Здесь проходит Трасса Но шумка В машине Хорошая Поэтому У нас В принципе Это не парит Ну и плюс Если можете Заметить У нас окна Они как бы Где отбойники идут Поэтому Звук съедается Здесь большая Такая получается Типа а-ля Парковка Но эту парковку Не назовешь Здесь просто Что-то строят Видимо пляж Когда-то будет В будущем И здесь тоже Что-то было Остались Подобие туалета Но они не воняют Туда видимо Никто не ходит Стоянка для автобусов Здесь автобусники Собирают Ну и просто люди Приезжают На закат Здесь Огромнейшие пальмы Смотрите Какие-то сечены Как красиво смотрятся И вот здесь Вот вилы Деревянные Тоже клевенько Думал сначала Прям так остановиться Возле К морю И подъехать поближе Но учитывая Что дождь прошел Видите лужи И здесь получается Ходить будет Сейчас если дети выйдут Будет конечно Потом печально Сначала встали на бетоне Потом я думаю Да точно Надо встать под сосну Даже если пойдет дождь Вроде не должно больше быть У нас Дерево нас защитит Но я думаю Что уже не пригодится Будем сейчас раскладываться И ложиться спать И кстати Почти полнолуние Все наши хорошие Будем с вами прощаться Увидимся в новом видеоролике Ставьте лайки Пишите свои комментарии Если еще не подписались На канал То подписывайтесь Давайте с нами Вместе путешествовать Мы показываем Рассказываемся Делимся советами Лайфхаками Ну и просто Как говорится Несем позитив В такое непростое Для всех Время Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok